Александр, Анна и Александр Александрович. Семье Николайчик не 8 лет, а уже 18. Их в юношестве свела любовь к горам, которая в один момент стала чем-то большим. Познакомились в спортивном клубе, когда целой командой готовились к осенней спартакеаде. Аня говорит, что типа вот у меня руки замерзли, и я как-то взял просто ее руку. И как бы все. Да, все было просто. Почувствовала что-то родное. Я не знаю, как это объяснить. Я не помню этот момент. Вот так в лесу и в горах пролетели годы. Почти 20 лет. В 2010-м пара поженилась, но предложение выйти замуж Анна услышала спустя 5 месяцев, в 2004-м. Тогда, в августе, скалу засыпало снегом, и группа выжидала несколько дней. Идти дальше было нельзя, но из горы спуститься никто не мог. Их там внизу, сколько там, 8 человек. Вот я один наверху был. И по радиостанции, там товарища прошу, говорю, Ром, передай, пожалуйста, там рацию Ани. Она говорит, да, прием, слушаю. Я говорю, Ань, выйди, выходи за меня замуж. И такое молчание. Я такой, прием, прием, меня слышно. Мы решили узнать, в чем секрет счастливой совместной жизни. И наедине поговорили с каждым. Мне с Сашей было всегда интересно. То есть он всегда знает больше меня. И мне нравится узнавать что-то новое. То есть изучать его и изучать мир его глазами. Я знаю, что она хорошая мать. То есть она очень много времени уделяет воспитанию, развитию. И вообще занимается сыном. Потому что мне иногда в связи с моими многочисленными обязанностями это сложно сделать. То есть она как бы все это берет на себя. То, что сейчас говорят про второго ребенка, для вас все? Я знаю, что это обязательно будет. Они просят действительно вдвоем, когда, когда мама. А я хочу, чтобы я вот словил этот дзен, что все в порядке. А какие секреты раскроет Александр-младший, сын? Папа. Заботится о маме? Ну, заботится. Всегда ей кофе варит. Мы покупаем цветы. Вот так. Кофе в постель, цветы и доверие. И планы на будущее строятся сами собой. Еще детей. Ну, сыну хватает, нам-то нет. Анастасина Борщиков, Один Быстревский. День с толком.